МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши корреспонденты передают из Италии. ЗАЗНАКОМИТЫ НА УВЕЙ СВЕТ ПАРМЕЗАН И МЯССОВУ ВЯНДЛИНУ ПАД НАЗВЫЙ ПРАШУТО ПАРМУ НАЗЫВАЮТЬ ГАСТРОНОМИЧНЫЙ СТОЛИЦЕЙ КРАИНЫМ. ТАКСАМА УСТАЛЯВАЛЯСЯ СТОСУНКИ ПАМИЖ БЕЛАРУССКИМИ ИТАЛЬЯНСКИМИ ФЕРМЕРАМИ. У МЕЖАХ ПРАТАКОЛА ОБ НАМЕРАХ С ИТАЛЬЯНСКИЙ НАЦІЯНАЛЬНЫЙ АССОЦИЯЦЕЙ ЖАВЕЛАВОДОВ ФРЫЗОНА СПЕЦЯЛИСТЫ КАРМЯНЩИНЫЙ ЧАЧЕРЩЩЫНЫЙ И ОТКРЫТАГО АКЦЄНЕРНОГО ТОВАРЫСТВА МЕЛКАВИТА ОТРАМАЛИ ВОБЫТ РАБОТЫ ПА ТЕХНІЦІ ПЕРАСАДКІ ЕМБРИЙОНОВ БУЙНОЙ РАГАТОЙ ЖАВЕЛЫ ЗАЦІКАВЛЮНЫХ ПРЕДСТАВНІКОВ ГОМЕЩЩИНЫ ГАСТІННА ПРИНЯЛІ У МЕРИ ГОРАДА І ПРАВІНЦІЇ ПАРМА ПАЧАС СУСТРЫЧІ ПРАГУЧАЛІ СЛОВЫ ПАДДЯКІ ОТ ГУБЕРНАТОР ГОМЕЩКОЙ ОБЛАСТІ УЛАДІМІРА ДВОРНІКА ЗА ТАПАМОГУ, ЯКЮ НАМ ОКАЗАЛІ УЛАДЫ, ГРОМАДСКОЕ ОБЄДНАНІЇ І ЖАХАРЫ ІТАЛІЇ ПАСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ФІНАЛЬНАЯ КРОПКА ОФІЦІЙНАЯ СУСТРЫЧІ У ПАРМІ СТАЛІ ПОДПИСАНІЇ ПАГАДНІНІЇ ПАМІЖ ПРАВІНЦІЇ ПАРМА І ГОМЕЛЬСКІМ АБЛВИКОНКАММОМ, АБГАНДЛЬОВОЕКОНОМІЧНЫМ, НАВУКОВОТЕХНІЧНЫМ І ГУМАНІТАРНЫМ СУПРАЦОВНІЦІЦІЇ КОНЕШНІЦІЇ ВИЗИТ – це дуже важний визит, дуже значимий визит, который позволит нам развивати уже существующие отношения в сфере гуманитарной деятельности, на который мы рассчитываем повести вперед проекты, связанные с коммерческими вопросами и с работой в этом направлении. ПОДЧАС ВИЗИТУ У ПРАВІНЦІЮ ПАРМА ВЫТВОРЦІЦІ НАВЕДАЛИ ТРАДЫЦІЇННЫЕ ПРАДПРАЦЦІЦІ ПАВЫТВОРЦІЦІЦІ СЫРА ПАРМЕЗАН І ВЯНДЛИНЫ ПРАШЮТА. КЕРОВНІЦІ ПРАДПРАЦІЦІ ПАВЫТВОРЦІЦІЦІІ ВИАНДЛИНЫЙ ВЫКАЗЛА ПАЖАДАНІЇ ПРАЕХАТЬ ДО НАСУ В ОБЛАСТІ УЛАДІМИР ДВОРНІК. ЧАС ПАКАЖЕ, НАКОЛЬКІ ОТРМАЛАСЦІ ЗАМАЦЦІВАЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЇ ПРАДІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІІЦІЦІЦІЦІ� Завтра, 18 липня, на Гомельщине протягнется практика промога диалогу с жихарами в области. В субботу пройдут черговые телефонные линии. В нашем регионе на пытание граждан будет отказывать наместник старшини Гомельского облаканкама Олег Михайлович Пачынок. Номер телефона промой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским выканавчим комитете 18 липня промую линию проведет наместник старшини Сергей Яугенович Андреев. Звернуться можно по номеру телефона 75 63 33. Приймать з вороты грамадян, які, звычайно, так само будут у районных администрациях и райвыконкамах. Доволе часто на дорогах отбываются так званые лэбовы сутыкненни машин. Причина за усёды одна – порушение правилов обгону. Паугадавая статистика Гомельской державой инспекции дает такие личбы. 12 лабовых ДТЗ, где загинули 7 человек, 10 отримали пошкодженни разной ступени тяжкости. Гэта управна незадповедным периодом минулого года меньше, малю – двоя. Але ж нормальным становища, где есть человеческие охвяры назвать нельга. И причина – маля одна во усёх выпадках – неуважливость, порушение правилов обгону. Нареча, у сего ж с початку года на дорогах Гомельщины загинули больше за полсотни человек. Большая частка – это пешаходы, 22 человеки. Другой по тяжкости порушения – наезд на перешкоду. Па гэтай причине загинули 10 человек. На счастье, в опошнем выпадку дорожно-транспортное оздарение завершилося без мяротных наступствов. А на дороге в Рогачевском районе сустрелись два транспортных тяжкого гавика. Водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом на закруглении дороги Минск-Гомель не справился с управлением грузового автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ и 39-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Хотелось бы напомнить всем водителям транспортных средств, что необходимо соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. А также водители грузового транспорта должны всегда помнить об ограниченной маневренности своих транспортных средств. В Гомельском областном драматическом театре отбылась премьера спектакля. На всякого мудраца довольно простоты по мотивам пьесы Александра Астровского. Какой жизненный шлях выбрать? Как худко побудовать карьеру и завоевать становище в грамадстве, а затем не тратить репутацию? На это и многие другие вопросы можно найти отказ во время прогляда спектакля. Комедия адлюстровая. Меняется час, а норовы людей разом с этим застаются раннейшими. На премьеры пьесы, которая была написана в 19-м стаходе, але не губляя своей актуальности и в 21-м, побывала Вероника Ворошилина. По традиции открытию и закрытию театрального сезона в Гомельском областном драматическом театре отзнашается премьерой. Не глядясь на сезон отпочинка у зале Аншалах. Перед спектаклем у расистый момент. Узнагарожене представников широкого сроков массовой информации за поспеховое супрасовництво у 76-м театральном сезоне. Даречи, подяку от областного драматичного театра отримал и коллектив телерадоакампании «Гомель». Спасибо вам большое. Надеюсь, это большая за привычность. Спасибо. Для завершения чергового театрального сезона была обрана премьера спектакля, но всякого мудраца довольно простоты по мотивах пьесы Александра Островского. По сюжете разумный и дальнобачный молодой человек Ягор Глумов, стомленный бедностью, неулаткованностью, прямая решение зарабить карьеру и худко выбиться у люди. Шляхом листивости и догаджальництва юнотерается у доверы уплывовых особ и довольно худко рухается до вызначенной меты. Кабнеек сутешит свое самолюбство, Глумов ворошая вести дзенеку, яким высмеева и здеквается над сквапностью и глупством тых, с шоёй допамогаемая на мир по скорость свой шлях сгразью князи. Аля одной, чесаркастычный дзенек трапляю руки громадскости. Камедая высмеева и циничный разлик и низкие учинки молодого Ягора Глумова и его свояков саудельников сталага взросту. Яна так сама дляустровая, меняется шанс, али норовы людей застаются ранейшими. Пьеса не губляет свою актуальность и зараз, бо в житии далеко не зауседы мета, оправдывая сродки. Те жертвы, которые мы приносим, не всегда имеют ту цену, ради которой стоит добиваться этой цели. Иногда финал становится печальным, потому что многое, то, что ты оставил за своими плечами друзей, свои нравственные принципы, мораль, не дают возможности насладиться достигнутым результатом. У целом, 76-й театральный сезон для коллектива Гомельского областного драматичного театра был достатково насыщенным. Шматляки, гастроли, премьеры, проведение 12-го международного фестиваля театрального мастатства, славянские театральные сустречи. А так само святкование 75-годового юбилея театра. Дарыча и наступный театральный сезон обьяцая быть довольно насыщенным. Глядат шоу чекают тековые премьеры, проекты и мероприемства. Сейчас готовится премьерный спектакль, которым мы будем открывать новый сезон. Приехала молодая режиссер, которая готовит спектакль, где поднимаются темы и проблемы молодежи. Также готовим в октябре парад премьер. Будет у нас целая неделя, где будут выстроены все премьерные спектакли. И на следующий год парад сказок. У нас будут новые сказки. И планируем новогодние мероприятия для взрослых, не только для детей. И продолжаем работать над музыкально-театральным своим салоном. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоакомпания «Гомель». У областной универсальной библиотекции «Мя Ленина» открылась персональная выстава гомельского фотографа Артема Якубенки. Экспозиция представляет собой около 20 фотосдымков, сделанных автором на протягу его профессийной деятельности. Выстава проходит в рамках молодежного проекта «Поколение мы», и який в этом году проходить у областной библиотекции «Мя Ленина» по инициативе ее супрацовников. С момента его старта в установе уже побывали танцевальные коллективы, музыканты и поэты. Заразу все жадающие смогли познайомиться с незвычайным и чарованным светом фотографии. Свои творческие работы представил молодой гомельский фотограф Артем Якубенко. Фотомаста крабил свои шедевры на протягу профессийной деятельности. На здымках увасоблены разнастайные моменты и подеи, яке хвалюете автора. Сытно поесть, смачно перекусить и приемно провести час. У гомеля открылся ресторан худкого обслуговывания «Бургер Майстер». Он разместился по адресе Привокзальная площа 1. Наведывальникам тут пропануют широкие перолик разнастайных сэндвича, салатов, закусок и присмаков, а также махарадших и холодных напоев. Подробязности у наших корреспондентов. Это уже четвертый в Беларуси и первый в гомеле ресторан быстрого обслуживания «Бургер Майстер». Здесь в уютной атмосфере можно приятно отдохнуть и сытно перекусить. Меню ресторана способно удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента. У нас есть сэндвичи с курицей, с рыбой, с говядиной. Огромное количество десертов от кексов до мороженого вкуснейшего. Холодные напитки, горячие, прохладительные напитки. В наличии также салаты, закуски, гарниры и киндер-милы с сюрпризом для детей. Отличительная особенность ресторанов «Бургер Майстер» в качественном и быстром обслуживании своих клиентов. В приготовлении блюд здесь используют исключительно натуральные продукты. К примеру, мясо, а это стопроцентная говядина, готовится на открытом огне в сверхсовременной барбекю-машине. Оно получается не жирным, а значит более полезным. Здесь также действует современная система обслуживания без предварительных заготовок, где каждый заказ выполняется персоналом непосредственно по мере его поступления. Так, сделав свой выбор, клиент получает талончик с номером и присаживается на удобное место в зале, откуда может визуально отслеживать статус своего заказа на специальном электронном табло. В среднем выполнение заказа занимает не более 2-3 минут. Уютный интерьер заведения, приветливый обслуживающий персонал и вкусная еда оставят у вас только приятные впечатления. Спешите посетить ресторан быстрого обслуживания «Бургер Мастер». Он разместился по адресу Привокзальная площадь 1 и работает с 8 до 23 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель». Выглядели новины региона на первом. Наш наступный выпуск выйдет в эфир за утро о 15.10. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова